Айч Кишинэу, радио Молдова, ора экзакта. Завтрашнего дня столичные детские сады получат тепло. Завтра, 19 октября, местами пройдут дожди. Далее подробности. Российский Газпром не уведомил власти Кишинэу и Террасполя о возможном сокращении поставок газа на 40%. Об этом заявил министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну в эфире телеканала ПРО-ТВ. Андрей Спыну заверил, что в случае, если Российская Федерация решит прекратить поставки газа в нашу страну, Кишинэ будет закупать природный газ на международных рынках, а также сможет помочь жителям левого берега Днестра при соответствующем запросе. В то же время министр отметил, что если Хучурганская электростанция будет поставлять меньше электроэнергии, Республика Молдова не останется без электричества. 5,7 миллиона куба метров в день, получаемые правым и левым берегом, покроют меньший объем, чем в октябре. Прежде всего мы должны экономить электроэнергию и газ. Мы будем закупать газ на международных рынках. Мы обеспечим своих граждан достаточным количеством газа. Термоэлектрика уже полностью перешла на мазут и не использует газ. Производство электроэнергии в ноябре увеличится. Термоэлектрика и Чед Норд будут производить больше электроэнергии для правого берега. С румынскими коллегами мы обсуждаем возможности закупки большего количества электроэнергии в Румынии или на европейских рынках. Отметил Андрей Спыну. Напомним, Республика Молдова покупает электроэнергию у Румынии по цене около 90 евро за мегаватт-час. Цена ниже рыночной обеспечивает 30% потребностей, которые Республика Молдова не получает от Украины, начиная с 14 октября. Напомним, также накануне так называемый терраспольский лидер Вадим Красносельский заявил, что «Газпром» решил сократить объем природного газа, поставляемого в Приднестровский регион. В октябре Россия поставляет Республике Молдова 70% от необходимого объема газа. Республика Молдова переживает один из самых сложных периодов в своей истории, заявила премьер-министр Наталья Гаврилица, призвав граждан к единству, ответственности и солидарности. Глава Кабинета Министров отметила, что власти осознают, что счета за электроэнергию и газ являются бременем для населения, но заверила, что правительство предоставит компенсации. Граждане Республики Молдова должны зайти на веб-страницу компенсации.gov.md и зарегистрироваться. Моя просьба ко всем нам, давайте будем экономить, учиться у других европейских стран, а именно тому, какие меры принимает каждый гражданин, чтобы сократить расходы на энергию. Это малые меры, но с большим совокупным эффектом. Люди добрые, это наш долг, долг граждан этой страны, не дать использовать себя тем, кто хочет войны и хаоса. Мы хотим мира, стабильности и независимости. Мы хотим спокойствие, стабильность и независимость. Наталья Гаврилица отметила, напомним, на прошлой неделе была запущена онлайн-платформа компенсации.gov.мд. На этой платформе бытовые потребители могут зарегистрироваться, чтобы подать заявление на компенсацию за потребление энергии. Электронная система позволяет накапливать данные необходимые для присвоения категории энергетической уязвимости. Компенсации, которые будут предоставлены за месяц и ноябрь-март, будут перечислены непосредственно на счет поставщиков и отражены в счетах за газ, тепло и электричество. Республика Молдова находится в процессе переговоров с правительством Румынии о поставках дров, сообщила сегодня радио Молдова Радика Иордан Каиорданов, государственный секретарь Министерства окружающей среды. Она также отметила необходимость более активного участия местных властей в процессе обеспечения населения древесиной. Министерство охраны окружающей среды больше рассчитывает на поддержку местных органов власти. Стоит отметить, что недавно был запущен сайт lemne.md, на котором граждане могут купить древесину в ближайшем лесничестве. Ранее несколько примаров заявили, что горожанам неудобно привозить дрова издалека. С завтрашнего дня столичные детские сады получат тепло. Информацию подтвердил заместитель начальника Главного управления образования молодежи и спорта муниципи Андрей Повалой. Он указал, что средняя температура воздуха в учреждениях составляет плюс 15, плюс 17 градусов. В ближайшие дни потепляет, поэтому школы, лицеи, гимназии столицы будут подключены к теплоносителю после осенних каникул, которые стартуют 26 октября, отметил чиновник. В дошкольных образовательных учреждениях пригорода в столице тепло будет подаваться по указанию местной примарии. В городе Кишинеу 129 детских садов. Республика Молдова должна инвестировать в свою систему обороны, заявил председатель парламента Игорь Гроссу на совместной конференции со своей чешской коллегой Маркетой Пикарева-Адамова. Игорь Гроссу отметил, что статус нейтралитета не означает, что Республика Молдова не должна укреплять свою безопасность и защищать свое воздушное пространство. Напомним, что 10 октября над воздушным пространством Республики Молдова незаконно пролетели три российские ракеты, которые впоследствии разрушили инфраструктуру нескольких населенных пунктов Украины. Власти Кишинева судили действия российских военных. Министр обороны Анатолий Аносатый заявил в программе «360 градусов» на радио Молдова, что Москва не признала, что ее ракеты пролетели над воздушным пространством Молдовы с целью нападения на Украину. В первые месяцы следующего года Молдова получит беспилотники и другое оборудование из Германии. Об этом заявил министр обороны Анатолий Аносатый в том же эфире на радио Молдова. Напомним, что министр обороны Германии заявил, что 1 октября в Кишинео, что может помочь Республике Молдова беспилотниками и другим военным оборудованием. Возможности диверсификации молдавско-грузинского двустороннего сотрудничества в контексте европейской повестки дня обеих стран обсуждались сегодня на встрече премьер-министра Натальи Гаврилица с президентом Грузии Соломей Зарубашвили, находящейся с официальным визитом в Молдове. Стороны обсудили последствия войны в Украине, которая сильно ударила по экономике Грузии и Молдовы и вызвала рост инфляции. Она также выразила готовность наших стран к углублению торгово-экономических и инвестиционных отношений. Официальные лица подтвердили свою готовность расширять двустороннее сотрудничество во всех областях и поддерживать друг друга в процессе реализации европейской повестки дня. Было также подчеркнуто важность организации нового заседания Межправительственной Молдовско-Грузинской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и форума бизнесменов в 2023 году. Министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Владимир Боля с 18 по 20 октября посетит с рабочим визитом Израиль, где примет участие в международном саммите Food from Sea and Dessert. В ходе саммита Владимир Боля вместе с другими министрами сельского хозяйства и лицами, принимающими решения в данной области, примет участие в различных сессиях и панельных дискуссиях, на которых состоится обмен опытом и будут выдвинуты инициативы по адаптации к изменению климата для обеспечения продовольственной безопасности. Министр сельского хозяйства также проведет переговоры со своим израильским коллегой Одэдом Форер и другими лицами, принимающими решения, присутствующими на мероприятии, где обсудит отношения с внешними партнерами и многостороннее сотрудничество в агропромышленном сегменте. Министерство здравоохранения сообщило, что за последнюю неделю в стране было зарегистрировано 623 случая заражения новым коронавирусом. За тот же период было зарегистрировано 8 смертей. Всего на данный момент по полной схеме вакцинировано более 1 миллиона 72 тысяч человек. Специалисты рекомендуют населению носить защитную маску в местах массового скопления людей и в общественном транспорте. При этом ношение ее обязательно в медицинских учреждениях. На прошлой неделе бригады неотложек оказали первую медицинскую помощь более 13,5 тысячам граждан. За помощью на догоспитальном этапе чаще всего обращались граждане с неотложными сердечно-сосудистыми заболеваниями и с неврологической патологией. За тот же период бригады врачей скорой помощи выехали на 75 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых пострадали 103 человека. Также зарегистрировано 20 отравлений наркотиками, 8 грибами и 6 отравлений угарным газом. За первые 9 месяцев этого года 120 молдаван стали жертвами торговли людьми, из них 27 женщин, 53 мужчины и 40 детей. Статистические данные были предоставлены молдавской полицией в контексте Европейского дня борьбы с торговлей людьми, который отмечается сегодня 18 октября. В связи с этим сотрудники правоохранительных органов объявляют о проведении недели борьбы с торговлей людьми. В рамках этого события будут организованы и проведены мероприятия по повышению осведомленности и информированию граждан, особенно школьников и студентов, о торговле людьми, ее рисках и последствиях, а также о приоритетном стремлении полиции бороться с этим явлением и предотвращать его. И далее, коротко о погоде на завтра, 19 октября. Синоптики прогнозируют повышенное атмосферное давление, ожидается переменная облачность, без существенных осадков, днем местами слабый дождь, ветер северо-западный умеренный, местами порыристый. Температура воздуха ночью плюс 3, плюс 8, днем плюс 15, плюс 20. Вы слушали новости на радио Молдова, в студии была Анна Чухненко. Радио.